От лица Андрея Иванова гостей и участников круглого стола приветствовала исполняющая обязанности руководителя районной администрации Татьяна Одинцова, пожелав им плодотворной работы. Проблема долгостроев хорошо знакома жителям нашего района. Здесь работает множество компаний-застройщиков, и далеко не каждый из них может похвастаться примерным исполнением взятых на себя обязательств. Изменение условий договора, низкое качество работ, а порой вовсе заморозка строительства. Вот реалии, с которыми нередко сталкиваются сегодняшние дольщики. Многие застройщики объясняют свои действия нехваткой финансовых средств, однако власти Московской области уверены, отсутствие денег – не повод отказываться от обязательств. Каждый, кто работает и что-то делает, он должен все-таки оценивать те риски, которые могут быть в их деятельности. К великому сожалению, еще раз говорю, та очень большая, высокая прибыльность, рентабельность этого занятия, она в какой-то степени расслабила тех, кто этими вещами занимался. Власти постоянно держат руку на пульсе строительной ситуации. В сентябре по инициативе главы района Андрея Иванова и заместителя председателя правительства области Германа Елянюшкина в Одинцово прошло расширенное совещание. Главная тема – долевое строительство и его проблемы. Иванов подчеркнул, что оптимальным выходом из проблемы с долгостроями является поиск инвесторов, готовых вложить средства для завершения строительства. Признать проблемным или не проблемным нам несложно. У нас каждую неделю проходят сессии Совета депутатов, но потом финансировать никто не будет этот объект. Остановить его можно, дайте два дня мы остановим, и потом никто туда ни копейки больше не даст. Мне кажется, вариант, когда мы договариваемся с финансовыми структурами, помогаем застройщикам получать кредиты и достроим, этот вариант более приемлем для вас. В основном по строительному сектору бьет экономическая ситуация в стране. Финансовый потенциал многих компаний-застройщиков существенно подкосило сокращение объема инвестиций и изменение условий кредитования. Граждане тоже реагируют. Так, объем ипотечных кредитов для приобретения квартир снизился на 30% в сравнении с 2014 годом. За 9 месяцев текущего года зарегистрировано 70 735 договоров долевого участия, что на 7% меньше показателей прошлого года. Несмотря на экономическое положение в стране, внимание властей к проблемам долевого строительства позволило несколько улучшить ситуацию. В 2012 году на территории Московской области находилось 108 проблемных объектов. Сейчас таких объектов заметно меньше – 37. Люди считают, что мы отвечаем за всю эту историю. И поэтому волей-неволей приходится смотреть за тем, как строится, какие сроки строятся. По заданию областной прокуратуры мы постоянно мониторим вот этот вопрос. Пока обстановка в экономическом секторе остается напряженной, власти Московской области и Одинцовского района намерены продолжить плотную работу с проблемными компаниями-застройщиками. Насколько эффективными окажутся эти меры, покажет время. Святослав Савенков, Анна Макарова, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.